Давно не обращался, поэтому не могу сказать, но вроде так по слухам все хорошо, все относятся, все хорошо, полис и так далее. В сентябре, 13 сентября умер отец. Скорую вызывали раз в 100, никто не приехал. Спрашивали сколько лет, 70, бросали трубку и больше не брали. В крайнем случае говорили, лечитесь сами. Все, никто не приехал. За неделю сгорел. Это был ковид? Ковид, да. В больнице определили, что это был ковид. Вообще нормально отношусь. Медицинские работники молодцы, трудятся. Не знаю, к счастью, я не сталкивалась. Ну, как бы не знаю. Ну, мы не болеем так вот, так мне нормально. Сейчас он сходил, прививку сделала. Все нормально, и учреди нет, и спокойно все прошло. Меня устраивает. Мне кажется, не важно у них. Ну, я слышу, то там, то тут говорят, что кто-то хвалит, кто-то говорит отрицательно. Нет. Нет. Почему? Ну, потому что я лежала в больнице, и копеечное обслуживание, такие лекарства, все самые примитивные. Мне ничего не помолвало, честно говоря. Так что отношения нормальные, персонала все, а вот обеспечение финансовое очень небольшое. Очень жаль, что так относятся, ну, вообще, к своим людям, к крымчанам. У меня недавно вот родственница болела. Ну, это в Севастополе было. Для того, чтобы положить в больницу, проблемы были, да. Пришлось звонить в министерство здравоохранения. А там потом вопросы задавали, а почему вы звонили туда, а что? Ну, потому и звонили, что беспорядок везде. А потом проблемы были с лекарствами. У него оказалось, что ковид-19, анализы пришли только через неделю, и как-то вот так. А второй анализ взяли, он не показал вообще. И не давали лекарства именно от этой болезни полмесяца. Потом только начали давать лекарства. Вот так. Да нет, конечно, какой там разговор. Там вообще, если запишешься к врачу, через месяц, через три попадешь, и можно умереть. Или вылечишься, если, слава богу, или умрешь. Вот, поэтому самое больное место наше.